так что-то не предупредили ничего ну ничего что ничего я думаю что в этом не страшно правда надо было написать внизу я бы тогда а то я ухожу меня нету да нет приветствую вас именем иисуса христа значит я уже вам звонил и вот на еще раз просто у нас прервался тогда skype и еще раз хочется пообщаться можно так говорите значит записывается выставляется в интернет вы не против нет я не против вы знаете я тогда задавал вопрос по рождеству по пасхе там и мы пришли к выводу что рождество пасха крещение среди не все что связано с этими праздниками это все отметка как события не как дни которых которые действительно происходили эти события не в какие морозы иисус христос не входил воды ордана для крещения вот это было похоже или сентябрь или октябрь месяц когда ему было 10 на уже исполнилось 30 лет то есть мы с вами пришли вот к такому выводу нет я не приходил к выводу я просто сначала знал это вы меня спросили я ответил я не приходил к выводу у меня это твердое основание да и у меня тоже значит это самое значит я просто напоминаю о чем я хорошо помню хорошо не говорите другое да значит у меня тогда был вопрос по потому где иисус христос ну естественно что не надо совсем вот это давай подходи это подошел у меня брат говорите хорошо значит вопрос включить тогда дел вопрос такой я ищу ответ почему где произошла основная ошибка христианстве почему такие разделения вот в направлении христианства почему есть православные есть католики есть протестанты откуда проблема ну вы говорите проблемы это не библейская ну хорошо откуда ошибка где вопрос вот где откуда произошло все и знаете и вот как вы относитесь у меня вопрос как вы относитесь к евсевию кессарийскому понимаете вы вопросы задаете которые меня совершенно не интересуют я эти вопросы прошел еще 50 лет назад и мне туда возвращается я обычно как считаю конспектирую смотрю сравнивать библии и вижу мне это не надо совершенно не надо мне не потребуется ни в этой жизни не в будущей я на это даже минуты не хочу тратить и все и я их все до одного разбирал смотрел и скажу что самая главная ошибка неправильный вход в церковь хорошо а рождение свыше потеряли вообще понятие и о водительстве духом божем вот отсюда все идет да хорошо но в учении очень важно определить истину правильно где истина вот ваше ваше свидетельство об этой клеенке где были эти клеточки да знаете они меня тоже подвигли к поиску я подумал так вот мы пятидесятники вы называете нас сектантами в чем же наше сектантство и я думаю я хочу быть в истинной церкви понимаете и я по вашему же методу пошел сначала с самого и знаете вот тот же и все веки кессарийский меня заинтересовал тем что он дает информацию по первым годам христианства так вот дело дело в том что там очень четко проскакивают некоторые истины которые скрыты на протяжении веков но давайте мы хотя бы поднимем тридцать девятая глава третья книга и все веки сарийского здесь идет свидетельство о папе папе это один из ближайших учеников иоанна апостола так значит ну поликарп папе и другие люди которые окружали апостола то есть они получали информацию учения от апостола иоанна который возлежал на груди у иисуса христа мы знаем это по евангелии так так вот свидетельство о папе и и все и приводит что это очень ну сильный был проповедник очень хороший такой христианин вот я уже всю 39 главу это же можно посмотреть это можно набрать на поисковике это все вывести так вот меня что заинтересовало послушайте внимательно значит с 30 в 39 главе все хорошее о папе идет все и вот значит 11 стих 39 главы вот этого и все веки сарийского он же почитается всеми и католической и православной церковью насколько я понимаю и вот следующее я читаю он же передает и другие рассказы дошедшие до него по устному преданию некоторые странные притчи спасителя кое-что скорее баснословное так например он говорит что после воскресения мертвых будет тысячелетнее и плотское царство христова на этой земле а комментарии и все и я думаю что он плохо истолковал апостольские слова и не понял их преобразовательного и таинственного смысла ибо был ума малого послушайте хороший проповедник хорошее свидетельство и вот и все ведь дает свою свой комментарий был ума малого здесь здесь понимаете здесь какой-то ну не стыковочка какая-то значит так это явствует из его книг хотя большинство церковных писателей живших после него очень уважала его как писателя старого и мнение его разделяли большинство имейте в виду например и риней и другие и риней почитается церквами и католической и православной вы когда в беседе с юрием с шаповаловым вы говорили назовите нам хотя бы несколько отцов церкви которых вы ну можете назвать согласно своему сектантскому значит вероучению я называю поликарп поликрат и устин мученик папе и риней которые веровали что тысячелетнее царство иисуса христа будет на земле она будет плотским вот то о чем я прошлый раз и хотел сказать просто не успел дело в том что давайте посмотрим беседу и устина муть мученика да с иудеем трифоном я думаю что вы знаете тоже это посмотрите что он говорит значит ну здесь идет разговор это уже после 139 года после восстания барков бы и устин мученик живет примерно в тоже ну писал вот это около 160 года это второй век уже нашей эры смотрите он задаются вопросы трифону и ответы и устина и ответы трифона значит так и я ответил не это я говорю а то что гнавшие и до сих пор гонящие христа и не кающиеся не унаследует ничего на святой горе божией тогда как народы язычники уверовавшие в него и покаявшиеся во всех грехах совершенных ими они унаследуются всеми патриархами и пророками и праведниками рожденными от израиля теперь трифон что он задает вопрос признаешь ли ты истину того что место сие иерусалим будет восстановлено и ожидаешь ли что народ твой соберется вместе и возрадуется со христом вместе с патриархами и пророками и святыми народа нашего или даже с теми кто стал празелитами прежде чем пришел чем христос ваш и устин отвечает я уже признал пред тобою и ранее что я и многие другие держимся этого мнения как и вам самим доподлинно известно что этому надлежит произойти но я также поведал тебе что многие христиане чистого и благочестивого ума не принимают этого ибо я разъяснил тебе что есть такие кто христиане лишь по имени а на деле безбожные и нечестивые еретики интересно вот интересно еретики те которые не веровали в плотское тысячелетнее царство иисуса христа вот это мне интересно учащие тому что богохульно и безбожно и дурно ибо не человеком и не доктринам человеческим избрал я следовать но богу и учением происходящим от него ибо если даже вам самим доводилось встречаться с некоторыми так называемыми христианами которые не признают сего но смеют хулить бога авраама бога исака и бога якова но я и иные вполне правоверные христиане знаем что будет воскресение плоти а также тысяча лет в иерусалиме восстановленном украшенным и увеличенным как признают пророки языки леса и другие и далее муж среди нас именуемый иоанном один из апостолов христов пророчествовал данном ему откровении что уверовавшие в нашего христа проведут тысячу лет в иерусалиме а после того произойдет всеобщее одним словом вечное воскресение всех разума также суд то есть понимаете вот она проблема оказывается я понимаю теперь кто является сектой вы понимаете то есть в начале и апостолы и христос проповедовали о тысячелетнем царстве иисуса христа христос не отвергал этого но затем пришли люди типа оригена так и вот оригеновская теория анти иудейская теология она и легла в основу всех скажем решений первого вселенского собора мы видим вот здесь идет полное отвержение иудеев с ними уже ничего как бы не связано смотрите поликрат что говорит поликрат однако епископов азии настой настаивавших на соблюдении обычая переданного им отцами возглавлял поликрат он также представил переданную им традицию в письме адресованным виктору и церкви время мы говорил он посему соблюдаем истинный день не прибавляя к сему и не отнимая ибо в азии уснули великие светила которые снова восстанут в день явления господня в кое он придал придет снег с небес во славе и воскресить всех святых филипп один из 12 апостолов спящего и раполе и две его состарившиеся дочери девы другая его дочь также жившая под влиянием духа святого теперь тоже почет в эфесе более того иоанн преклонивший голову на груди у нашего господа который также был священником и нес священническое блюдо мученики учитель учитель он погребен в эфесе также поликарп и смирны епископ и мученик погребенные смирне фразей тоже епископ и мученик евмении погребенные смирне зачем мне упоминать все сии соблюдали 14 день пасхи по евангелию ни в чем не отклоняясь но следуя правилу веры более того я поликрат наименьший из вас по традиции моих родичей некоторых из которых я последовал ибо было у меня 7 родичей епископов и я восьмой и родичи мои всегда соблюдали день когда народ то есть иудеи выбрасывали квасное посему я братья 65 лет ныне в господи имев совещание с братьями по всему миру и изучив все святые писания не беспокоясь о том что мне угрожают ибо более великие чем я сказали надо наповиноваться богу нежели человеком то есть вот проблема и действительно вот вы мне подсказали этот ключик я думаю хорошо мы да мы пятидесятники баптисты ваших глазах и в глазах православия мы сектанты но почему бог вот захотел все-таки воздвигнуть допустим того же мартина лютера чтобы назад вернуть слово божие массам почему почему священники взяли в руки библию закрыли ее для людей и люди не могли знать точного истинного слова божия почему знаете когда иисус христос показывает и она откровение вот все то что связано с последними днями из вообще с историей церкви и он показывает говорит вот у него в деснице 7 звездочек и мы видим что эти звездочки это посланники к церкви но понятно что не к 7 тем которые находятся в ассии там пятачок земли вот турции современной вот эти города они находятся на языческой территории тогда встает вопрос господи почему ты не шлешь послание в иерусалим антиохи александрею рим города известные там где действительно сильная церкви сильные библейские школы были почему ты шлешь вот именно вот в эти небольшие города потому что потому что вот эти маленькие церкви маленькие города это как срез того что будет происходить с церковью начала сильная затем приходит смерть в виде вот этого анти библейского учения которое выходит в жизнь церкви в учение церкви и отсюда этот большой корабль который называется православные католики поплыл не в том направлении там магнитик подложили к компасу понимаете когда мы читаем откровение иоанна и хотя люди я беседовал со священниками не говорят это относится только книги иоанна откровение иоанна то что сказано не убавь и не прибавь но на самом деле по всей библии рассыпано это и второзаконие говорит моисей говорит когда обращается к израилю не убавь не прибавь в притчах тоже об этом говорится пророки об этом говорят тоже то есть вся библия говорит о том что к слову божию нельзя прибавить от а тем более еще страшнее убавить убавили убавили от слова божия именно тысячелетнее царство что это привело евреев убрали из истории церковь теория замещения церковью иудеи то есть израиля вот это и привело к беде ушли от истины слова божие и сегодня вы сами знаете наверное что у евреев еще нет 6 6 дня не закончился он если сравнивать по на петру если сравнивать он сказал так что у бога один день как тысячи лет и тысячи лет как один день так видите дело в том что если бог сотворил все творение в шесть дней то что-то такое будет происходить и в духовном положении и в духовном плане допустим мы уже переступили как бы христиане 6000 лет правильно а евреи не переступили еще и вот здесь вот какая-то грань мы не знаем конечно планов божий какие там у бога но будут пути мысли мы этого не знаем но что-то нам подсказывает что если творение было сотворено в шесть дней великолепно и бог сказал весьма хорошо так седьмой день благословил осветил и назвал днем покоя то я понимаю так для этой даже грешной земли придет этот день покоя когда мечи перекуют на орала и когда копья перекуют на серпы должно быть завершено это все независимо от того что будет вечность и действительно будет царство справедливости но и что-то случилось на газ то это такое так вот я хочу дальше продолжить эту мысль мы я потом я хочу высказать то мнение которое есть меня вот так вот если брать то что происходит сегодня я понимаю вашу теорию в том что дьявол связан на кресте однозначно но он действительно духовно он не имеет право на христиан на их душу на их дух как у его не было у него богом не допущено было чтобы его был полностью уничтожен тело до на протяжении двух тысяч лет когда христиане столько трудностей столько испытаний крови сколько пролита за христа вот я не вижу чтобы реально было построено тысячелетнее царство чтобы и скажем в таком плане и физическом телесном чтобы была правда справедливость я еще раз повторяю то что я уже сказал коммунисты пытались это сделать вот все лучшее списали из библии они ведь библию интерпретировали в жизнь пытаясь это сделать без христа не получилось и не получится поэтому для того чтобы завершить человеческую историю очевидно очевидно что должно быть установлено царство иисуса христа на земле на тысячу лет чтобы показать все безбожникам всем еретикам всем сектантам что и даже на греховной земле может быть установлена справедливость не только вечности не только вечности вечность придет однозначно и это будет царство правды навсегда но здесь на этой греховной земле иисус христос еще должен показать незавершенно вот это дело еще седьмой день не наступил для земли день покоя придет вечность это да это это восьмой день это восьмой день вот если восьмерку брать нарисовать да это бесконечность эта бесконечность наступит но седьмой день как благословение всей земли он должен наступить и поэтому еретизм и сектантство как раз было проявлено Тогда, когда вот это аллегорическое толкование Ветхого Завета, а собственно говоря и Нового Завета, мы уже сталкивались с этим, не сталкиваемся, перешло в жизнь церкви, в учение церкви, и вот отсюда проблема. Допустим, попутный вопрос. Вы задавали Юрию Шаповалову вопрос по притчам десяти девок. Так вот, где находится невеста? Вот там, в этой притче, где находится невеста? Есть жених, где невеста? Я не задавал. Я говорил, что если спрашивать начнем мы протестантов, они не могут истолковать. И вот как я говорил. Я когда беседую с ними, спрашиваю, что такое елей, что такое заснули, еще ни разу никто не объяснил. А у православных, это святые отцы, ян, золотого, все истолковали. Вот как я говорил. А я зачем буду задавать, когда я знаю? Мне задавать не надо. Хорошо, я понял. Если вы меня спросите, я тогда отвечу вам. Вот я и спросил, где невеста. Ну, во-первых, елей всегда символ Духа Святого в Библии. Я так не вижу другого толкования. Елей — это символ Духа Святого. И мы понимаем, что есть часть людей, которые живут практически не имея той полноты Духа Святого. И вот эти пять мудрых, пять неразумных. Ну, во всяком случае, вот я задал такой вопрос. Вот где находится невеста все-таки? Невеста Христова сегодня здесь, на земле. Но одновременно и те, которые уходят. Церковь нераздельная. Считается на земле церковь страдающая, борющаяся и на небе торжествующая. Это одна. И поэтому невеста фактически сегодня находятся те, которые отошли, и те, которые остались. И тогда соединится вместе, когда Господь явится во второй раз. Не для прощения, а для прославления суда Божия. Понятно. Это все понятно. Но где невеста в этой притче? Вот Иисус Христос стоит перед евреями ведь. Это не язычники, это не самаряне там. Он стоит перед евреями. Для евреев должно быть понятно. Это притча. Ведь дело в том, что Иисус Христос брал притчи. Он брал из жизни. И было понятно, ну, любому, даже незнакомому, можно сказать, уже так сильно незнакомому с, допустим, учением Библии. Ну, с учением. Ну, понятно было, должно было понятно. И Иисус Христос ничего такого, сверх такого, чтобы не философского. Он ничего не говорил. Он реальные брал из жизни примеры и показывал на этих примерах великие духовные вещи. Правильно? Так вот, невеста, невеста Иисуса Христа. Где она в этой притче о десяти девах? Вы говорите, Христос говорил, и было понятно любому. Это не так. Он говорит, для того я говорю притчами для народа. А вам открываю. Народ-то и не понимал. Они толкования не слышали. Прямо написано, для народа, который есть. Это все будет неизвестно. А когда они интересуются, тогда будет известно. А почему неизвестно? Чтобы меньше быть ответственными, говорит Иоанн Златоуст. Они все равно не будут принимать. Это не так, чтобы все понимали. Не понимали, он отдельно им истолковал. Вышел сеять и сеять. Что означает каждая земля. Он наедине толковал. А тех, которые люди не пришли, не были здесь, они и не понимали. Я вам отвечаю. Написано. И как жених замедлил, задремали все и уснули. Жених это Христос. А задремали означает ослабление жизненной нашей деятельности. И уснули, умерли. Умер Иуда. Умер Павел. Уснули. Друг наш Лазарь уснул. И они думали, говорит о снеобыкновенном. А он говорил о смерти. И поэтому в послании к Ефесянам 2 глава 5 стих. Апостол Павел говорит, встань спящий, воскресни из мертвых и освятить тебя Христос. Спящий и умерший. Это одно и то же. Он замедлил. Две тысячи лет его нет. Но придет время, когда раздастся голос. Встаньте, идет жених. А что это такое? Это и христианс, говорит, будут совать по крику петуха. В другом месте написано 2 Фессалоникийцам. 2 глава. И при последней трубе ибо вострубит. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Кто такие? Те, которые в него верили. Воскреснут тела, которые на земле. Здесь и на кладбище. Но те, которые на кладбище, у спасенных души на небе. И это все невеста одно. Я вам уже второй раз повторяю. Это те, которые веруют на земле, страдают. И те, которые там под жертвенником вопиют. Доколе не мстишь, закроем нашу владыка. Им сказано. Доколе они не дополняют число. Это все невеста. Хорошо. Она всему миру с первого года, как Христос говорил, и до последнего дня, до последнего поворота. Хорошо. Я понял вас. Но в этой притче 10 девок. Где невеста там? Где она? Я говорю еще раз. Третий раз повторяю. Она там, где люди верили в Бога, жили во Христе, приняв его голговскую жертву. Те, которые ожидали его. У которых был елей. А что такое елей добрых дел? Это дела, добрые дела. Чтобы люди видели ваши добрые дела. Мертва. Вера без дел мертва. Не просто дела, а соделанные в Духе Святом с любовью. Без любви хоть все тело отдай на сожжение. И это как раз и говорит о том, что церковь была повсюду, и она будет повсюду. Даже при Антихристе. Где-то в трущобах, в ущельях, в лесах останутся. Откуда мы знаем? А говорит, сие творите в мое воспоминание, доколе он приедет. Вот. Раз он приедет, Христос не сегодня, не завтра, а будет гонение. Значит, а это совершить никто не может, кроме священников. Значит, будут где-то спасенные на земле епископы, священники. И будет совершаться божественная литургия. Чтобы люди имели тело Христово. Хорошо. Я, может быть, не совсем, ну, точно задаю вопрос. В этой притче Иисуса Христа о десяти девах невеста должна находиться с женихом. Правильно? А то девы, что это за девы? Это не невеста. Десять дев, это не невеста. Ну, как это так? Десять дев? Какая здесь невеста? Невеста с женихом. Это церковь Иисуса Христа. Это те люди, которые преданы Ему. Они идут, может быть, и имена их неизвестны. А девы — это подруги невесты. Вот это как раз вот эти направления христианства. Пять мудрых, пять неразумных. Это будут православные, католики, протестанты разных направлений. Вот они, это девы. Это не невеста. Невеста с Иисусом Христом. Понимаете? Вот в чем дело. Невеста с женихом находится. Тут это однозначно. Она не со Христом, как мы понимаем. Говорит, иди, я покажу тебе брак Агнца. Невеста — это брак. И этот брак приготовляется две тысячи лет. Невеста еще не с ним. Она только в духе с ним. А здесь прямо вознесено будет в средине Господу. Невеста, где, говорит, жених пришел в полночь, когда раздался крик. Вот жених идет. Полночь — это время Антихриста, самое страшное время. И поэтому невеста сегодня не в том смысле, что она как должна там быть. Она приготовит себя, приготовит себя. Я покажу тебе брак Агнца. Его не было. А если невеста, что она? Вот евангелист Иоанн про это и говорит. Значит так, вопрос такой. Невеста по традиции еврейской... Давайте посмотрим, если брать Библию, Ветхий Завет, мы видим, что невеста находится в доме своего отца. Страшный случай произошел в Израиле, помните? Когда в Гиве Вениаминовой убили наложницу. Помните это? Помню. Да. Так вот, что там произошло? Этот левит, жена которого сбежала от него, пришел к отцу, а отец говорит, слушай, ну побудь ты немножко, да ладно? Давай вот посидим, попируем, а потом отправимся. И так было сколько дней? Несколько дней, правда? Он удерживал его, и в конце концов они все-таки ушли. Такая же система и здесь. Дом отца – это вот этот вот мир, откуда набирается невеста Иисуса Христа. Дом отца. Этот мир удерживает. И, конечно, мы видим, что... Почему задерживается жених? Потому что как бы этот мир еще не отпускает. Как бы еще не вошло полное число. И кроме этого, то, что вы приводите, там написано, что жена его приготовила себя. Не невеста, уже жена. Это конец. Это уже все. Все. Все верующие, вся церковь собрана. Для восхищения, все, брак Агнца – это жена. Невеста – это вот подготовка идет. Она еще не жена. Она еще невеста. А вот те 10 дев – это подруги невесты. Это видно из 44-го псалма. Стала царица в одежде испещеронной, из афирского золота. Я уже своими словами точно не помню. А с нею ведутся девы, подруги ее. Так вот, как видите, оказывается, есть вопросы. Будут спасенные люди, будет невеста. Библия как раз вот об этом говорит. И откровение открывает, что у Бога, конечно, есть иерархия. Но это вверху, не внизу. Здесь генералов-полковников у Бога, и генералов-лейтенантов, и полковников нет. Все братья. Все одинаковые. Я вот всегда так вот думаю. Вот едет, допустим, патриарх Кирилл с охраной в таком лимузине, с кортежем таким, а Иисус идет по дороге, по обочине, смотрит на этот кортеж и думает, что вот мой слуга едет. Он же святейший. Библия говорит о том, что Бог святой, что Дух святой и святейшая вера. Вот это говорит Библия. Но никак не говорит, что человек может быть святейшим. Я бы на месте Владимира Гундяева, когда принимал вот этот пост, я бы сказал, братья, да какой патриарх святейший? Да все же люди. Какие мы можем быть святейшими? Что, мы святее Бога, что ли? А берем на себя вот этот титул. Или Викариус Филидеа. Над Ватиканским дворцом написано. Наместник сына Божия на земле. Да наместником сына Божия на земле является Дух святой. Он ведет церковь. Он обеспечивает спасение. Он прославляет Иисуса Христа. То есть, понимаете, вот вопрос. Поэтому, конечно, вот я благодарен Богу и вам, что я вас услышал. И вот особенно об этой скатерти, о клеточках. Я пошел в эти клеточки. И вот тут увидел проблему. Вот она проблема. Секта не мы. Секта. Дело в том, что Мартин Лютер – это пятая звездочка в руке Иисуса Христа. Посланник вот к пятому периоду. Сардис, совершивший побег. Эфес, нацеленный и ослабленный. Сильная церковь, водимая Духом Святым. Первая звездочка – апостол Павел. Это он, апостол Язычников. В основном, его трудами были воздвигнуты первые церкви на языческой территории. Вторая звездочка – возможно, Ириней. Не знаю, третья, четвертая. Трудно сказать. Были братья сильные, крепкие, которые стояли на истине. А Мартин Лютер, да, вы тогда сказали, что он действительно был против евреев. Ошибки были, конечно, и серьезная ошибка. Я вообще не знаю, как можно было Мартину Лютеру вот так говорить и действовать против евреев. Но основа всего, корень всего – это все-таки Израиль. И никак нельзя по оригену аллегорически трактовать Ветхий Завет. Нельзя, так как он трактовал, что церковь заместила Израиль. Да ничего подобного. Церковь и Израиль идут параллельно. Здесь соединения идут двух народов – Иудея и Элина. То есть Бог соединяет. А вот церковь почему-то разъединила. И такое отношение к евреям. Мы понимаем, они распили Иисуса Христа, но потерпели сколько? Но не наше право судить этот народ израильский. Вы знаете, в нашем городе Несвиш известный исторический центр. Здесь родились князья Радивилловы. Здесь у них центр их, скажем, княжества был. Один из них, Радивилл Николай Черный, он первый принес сюда Евангелие. Когда засилье было католицизма, когда засилье было православие, он принес как раз лютеранство сюда. И с этого момента начинается золотой век Белоруссии. 16 век – это был золотой век Белоруссии. Это признается историками. Тоже всплеск производства, всплеск организации школ. То есть, вот я живу в таком городе. Я просто чуть-чуть об истории этого города хочу сказать. Здесь, в нашем городе, так получилось, что вот эти две, скажем, мировые религии, выходящие из одного корня, из иудаизма, они здесь столкнулись. Здесь есть православные, несколько храмов, католики, серьезный храм большой построен, молитвенные дома, баптистов, пятидесятников. Ну, как протестантов. Адвентисты немножко были. То есть, и была синагога, сегодня ее нет, еврейская синагога. То есть, я, ну, зная историю нашего города, я могу сказать, что, ну, довольно серьезно все здесь перемешалось, скажем так. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что Слово Божие, истина Божия, она никуда, она не денется. Если Бог захотел донести свое слово до людей, никто не помешает. Ни православные, ни католики, ни протестанты, каких бы направлений не было, сколько бы их тысяч не было направлений, Бог свое слово донесет до людей. Понимаете? Я хотел еще задать вам такие вопросы. Смотрите. И православная, и католическая церкви опираются на отцов церкви. Свято-отеческие предания, решение вселенских соборов. То есть, вот это вот так называемое священное предание. Я хочу сказать вот что. Вы тогда задавали вопрос Юрию Шаповалову. Да куда вы, говорит, 5500 лет вы убрали коту под хвост, мол, что вы, мол, не цените вот это. Мы ценим. Мы ценим, конечно. Но весь вопрос в том, что гипотетически, если бы убрать все священные предания, скажем так, писание отцов церкви, решение вселенских и региональных каких-то синодов, соборов, то есть, все это убрать, а только что Библия осталась. Вот вопрос. Человек, который вникает в Слово Божие в Библию, может ли он получить спасение без толкования святых отцов, вселенских соборов? Если не может, значит, Бог ничего не может. Значит, Бог инвалид. Ему костыли нужны. Если может, то мы можем обращаться, а можем и не обращаться к этому наследию. У нас есть Слово Божие, в котором, читая которое, вникая в которое, и неопытный не заблудится. То есть, оказывается, у Бога свои пути, и мы, люди, не имеем права судить других людей. И, собственно говоря, знаете, когда вы обзываете сектанты, там, и причем, ну, с таким выражением, вот это, знаете, коробит немножко, потому что, ну, это неправильно. Это неправильно. Люди вникают в Слово Божие, приближаются, они слышат Слово Бога. Слышат. Вот. То, что есть расхождение, так Павел же сказал, должны быть у вас разномыслия, но единство в одном, Иисус Христос, Сам Бог во плоти, Он наш Спаситель, Он, Тот, Который ведет Церковь. Вместо Него Дух Святой, но это тот же Христос, это та же Святая Троица, в которую мы верим одинаково. Поэтому, я не понимаю вот этого, конечно, вот. Но, во всяком случае, вот то, что мне хотелось сказать, и я очень благодарен вот за эту клеенку. Это правда. Благодарен за ваши вот эти клеточки. И я подумал, вот это навело меня на мыть. Да знаете что, я уже скажу так, 20 лет иду за Господом. Я сравнивал свою биографию и вашу, и скажу так, что я даже в своей церкви сказал, что говорю, ну, Игнатий Лапкин это будет свинцом в небе, потому что то, что он делает, допустим, в православии никто не делает. Возвращение к Слову Божию это это просто, ну, другого лучшего ничего не найдешь. Вот. Потому что со священниками начинаешь беседовать, они Слово Божие практически мало знают. Я, к сожалению, это говорю. Мы молимся за православных, молимся за священников. Господи, ну, вразуми ты их, ну, откройся им, дай им познать тебя по-настоящему. Потому что вроде бы христиане, мы сегодня встречаемся с людьми, иногда нас приглашают по домам, говорят, мы православные, когда начинаешь спрашивать о Христе, ничего люди не знают. Я говорю, к чему вас учат в церкви? Вот ваш православный священник, к чему? Ничего не знают. Вот, говорит, надо прийти вот так, вот этой иконе поставить свечку, этой иконе, вот тому, тому, и самое главное, говорит, нас батюшка не похоронит, если мы к вам пойдем. То есть, вот, вот и весь, все учение. А все, а вся беда, скажем, вся беда, она пришла оттуда, вот от этой первой клеточки. Первые христиане, первого, второго века, они стояли четко на позициях Библии. Они знали, будет тысячелетнее царство Христа на земле. Оно будет. Вот. Об этом проповедовали апостолы, об этом они спрашивали у Иисуса Христа. И Христос ничего не сказал о том, что этого царства не будет. Это Библия. Вот. Вот это мне хотелось сказать. В принципе, конечно, я же говорю, что смотря вашу биографию, я просто благодарил Бога. И со стыдом смотрел на свою биографию. Я родился в христианской семье, но не устоял. К сожалению, вот это вот стыдно говорить об этом. Я понимаю, действительно, вы избраны Божьей, чтобы нанести Слово Божие до людей. Но мне хочется сказать, что вот эту ошибку необходимо исправить. не говорите больше о Тысячелетнем Царстве в таком вот виде, как вы говорите. Не говорите. Потому что Библия показывает то, что Ориген сделал талантливейший человек. Но ведь его тоже отлучили на двух соборах 231-232 годов. Его же отлучили от церкви, предали анафему. А видите, а Евсевий Кисарийский вместе с императором Константином протащили на Первом Вселенском соборе вот эту идею анти-иудейскую теологию. И она пошла. И пошла. Вот откуда проблемы. А Иоанн Златоуст, кстати, обслужил Константина, когда начал высчитать эти свои, для того, чтобы подвести к 25 декабрю день рождения Иисуса Христа. Ведь Константин, еще будучи язычником не совсем полностью знакомый с христианством, дело в том, что мы же знаем мифы эти римско-греческие и знаем, что по мифам у Верховного Бога Зевса был сын Аполлон, который родился на день зимнего солнцестояния. И чуть-чуть Константину только было подвинуть до 25 декабря, с 21-22 декабря подвинуть на 25 декабря и установить дату Рождества Христова. Но на самом деле это же не так. А Иоанн Златоуст, видите, обслужил его, он предположил, что Захария был первосвященником. Как же читать Слово Божие? Почему я должен доверять Иоанну Златоусту, исходя из этой ошибки? Какой Захария был первосвященник? Он же был священник из авиевой очереди. Ну не мог он быть первосвященником. Понимаете? А если считать, что 3,5 года Христос ходил по земле, то надо отсчитать полгода от еврейской Пасхи, когда Иисус был заклан, как тот ягненок. Полгода отсчитать и получается конец сентября, начало октября месяца, то есть рождение Иисуса Христа. значит, все предсказания, все даты православной церкви, они, ну скажем, ну хорошо, если отмечается событие, но никак не день фактический, не крещение, не сретение, не благовещение, ничего не совпадает. Понимаете? А Иоанну Златоусту, видите, понадобилось доказывать, что император Константин прав. Нет, он не доказывал, что император Константин, но как бы принял, то, что принято на Первом Вселенском Соборе, надо было подтвердить. И вот эти расчеты. Понимаете? Поэтому я сегодня вижу истину Слова Божия. И вижу, где произошла ошибка. Спасибо вам. Бог через вас показал. Вот здесь, посмотри. Вот ты действительно как в эту клеточку, первую клеточку возьми. Я взял и посмотрел. И вижу, что первые христиане. И потом, когда даже эта ересь начало, это сектанство начало входить в жизнь в церкви, находились люди, которые доверяли Господу и жили по Слову Божию. И учение Иисуса Христа не убирали из него тысячелетнее царство. Вот и все. Вот все, что я хотел сказать. В общем, большое вам спасибо, Игнатий Тихонович. Пусть Бог благословит вас. Я не знаю, вы этот ролик вряд ли выставите в интернет. Обязательно. Выставите? Обязательно. Хорошо. Хорошо. Я приехал в Пензу. Ну и там большая общая баптистов была. Мы ходили, будучи православными, ходили, слушали. Ну и мы двое с братом, он сейчас священник, протаерей, мой брат. И Аким, да? Ну и мы этого баптиста были, мы видели, какая нужда. Кому-то крышу перекрыть, кому-то что-то сделать, привезти дров. И мы работали на стройке, имели возможность что-то подешевле взять. И мы такую там деятельность развили. А в беседе, когда приходилось, спрашивали, обо мне молву пустили, к нам пришел пророк Илья. Ну вот стали беседовать, баптисты настояли, давайте вот побеседуем. Я говорю, изберите тему, какой иконы. Их всегда это мучает. Я говорю, ну давайте только так, чтобы беседовали два человека. Вот как в Греции, у них такой обычайл. Вот, допустим, два человека, два оппонента. И в это время, чтобы кто-то наблюдал за этим. И он тогда разговаривает, этот человек, ну, с православным, и говорит, вы с кем будете беседовать-то, чтобы не мимо шло. Я говорю, я беседовать буду с людьми, которые называются евангельские христиане-баптисты. Их учение такое, они говорят, крестить в детстве не надо, ребенок ничего не понимает, надо во взрослом, когда человек с верою примет Христа, что он умер за его грехи и омыл его кровью святую, и дает обещание Богу доброй совести. Далее, они не признают ни вселенский, ни поместный собор и говорят, Бог откроет. Без соборов люди спасались. Ни постов у них нет, ни икон нет. Божьей Матери они не призывают в молитвах. Ну, я все рассказываю, как есть. Тысячелетнее старство, они говорят, будет на земле, в видимом виде, когда-то, сейчас его еще нету. Тогда, кто руководит этим собранием и говорит, скажите на баптиста, он правильно про вас говорит? Он говорит, так он как баптист и говорит. Теперь он говорит, а вы кто? Я говорю, я православный. Теперь баптиста спрашивает, объясните, с кем будете беседовать? И он начинает говорить, я беседую с теми, которые знают, что православие идет от апостольских времен, у них строго держится рукоположение, от апостолов идут епископы, те других, если разрыв где-то есть, для них это не церковь, это секта, ересь. Никаких динаминаций, никаких конфессий нету. Они крестят, как по древнему образу, восьмидневном было обрезание, обрезание показывало на крещение, и крестят в таком возрасте. У них есть изображение, и по честь относится к первообразу изображенному, который на иконах. И дальше говорит, тысячелетие царства началось на Голгопе, потому что, говорит, связал на тысячу лет, а раз связал, мы не знаем когда, но что он связал его с сатаной, это написано. Это написано, мы считаем, в 19 главе Евангелия от Матфея, как может расхитить вещи, если прежде не свяжет. И 2.14 к евреям, и говорит, что, и как дети причастны плоти и крови, то и он, Христос, воспринял оное, дабы смертью своей лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. И говорят, что, и 3.8, Ивангелие, первое послание, Иоанна говорится, для того ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. А если не разрушил, то был обманщик. И когда он все это стал рассказывать, они, говорит, верят, принимают соборы, символ веры, на первом, втором вселенском соборе, принятый этому, руководителю этого собрания, говорит, ну и они верят в воскресение из мертвых и молятся святым, которых церковь канонизировала. Теперь спрашивает меня, он правильно говорит? Я говорю, так это православный настоящий. Вот теперь беседуйте. А то вы будете говорить в пустоту. В конце то скажут, он говорит-то не про нас. Вот как надо беседовать. А если не так, то нам охота, нет собеседника, охота выговориться, а даже не спросят, так ли я понимаю или не так. И когда я стал с сектантами беседовать, там с баптистами-то, я говорю, чтобы один был руководитель, вторые только помогают ему. Никто ни слова не говорит. Только двое говорят. Вы по времени смотрите. Кончилось время, пока же время кончилось, как шахмат их играют. Нажал. Говорит другой, поскольку первый, кто говорит, можно жеребий бросить. Первый, потом по 15 минут, а потом по 5 минут. Кто хочет помочь своим, могут написать записку и своему брату подать. Что тебе сказать, ты вот это место писания открой. Ну, я говорю, так в Греции делали. Там на высоком уровне все это было поставлено. Согласны, да. Я говорю, а если кто-то будет буянить, такие у нас православие, говорю, есть. Если что-то про иконы скажут, он может закрещать даже, ты богохульник, ты божью матерь хулишь, окаянный сектант, паразит тут. Я говорю, мы его сразу выведем. Я пришел с православными, 30 человек, мы берем контроль. Ни одного крикона у нас не будет. Если будет, он может скрикнуть. У нас специально ребята стоят, его под руки и выведут. И всех предупредили. Будете нарушать, не сопротивляйтесь. Выйдите и на улицу стойте. Я говорю, а вы своими баптистами можете сказать, что под контролем будете или держать? Да, конечно. У нас, говорит, больше бабушки сидят, они спокойные. Я говорю, спокойные, пока слово Божие не считать. Но когда будут считать, это как жигалов, змеючник ткнешь. Они зашипят, знаешь как? Ну, это наши не такие. Я говорю, ну и хорошо. Стали беседовать. Первый баптист. Пятнадцать минут. Я только стал говорить пять минут. Заворчали. А потом, да что ты, брат Никифор, даешь ему говорить-то? Он еретик, он иконы признает. Я говорю, выведите их. Ну, как-то мы не можем. Так мы договорились. У нас написано. Выведите их. Они не дадут говорить. Все. И они пророком Ильей меня называли. Тут сразу гнилое бревно. Вот теперь я уже гнилое бревно. То есть я молчал, помогал всем пророк Илья. Это человеческое все. Почему? В первом послании к Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Павел говорит, не судите никак прежде времени, до корида приедет Господь и не осветит сокрытые во мраке. И тогда каждому будет похвал. А не надо анапимы и не надо канонизировать. И вот вы сейчас сказали, нельзя святейший там говорить. Я это 50 лет говорю и пишу, и патриархам, и всем. Слово святейший в Библии встречается только три раза. А один раз говорится, назидай на святейшей вере ваша, Иуда говорит, и у Маковейских говорится, на всем святейшем месте. О храме говорится. А человек только свят. Вот. Есть сравнительно, это святее, а святейшая это превосходное. Если Бог свят, то как ты можешь быть святейшим-то? А то еще ваше святейшее святейшество. Это просто богохульство. Конечно. Я согласен. Я это по Писанию показываю им. Я говорю, если вы верите, говорю, тысячелетнее царство, что будет когда-то, когда-то, тогда, а оно когда будет? Связал на тысячу лет. А когда связал? На Голгофе. Значит, тогда и началось. Тогда у вас этот стих надо выбросить. Христос говорит, связал его, понятно, связал и расхитил вещи. А если это не так, никакого тысячелетнего царства не будет. Вы сказали, а вот там-то, пророк на тысячу лет Иерусалим, нигде этого нету. Вы прибавили слова. Там слово тысячу встречается только один раз в Библии. На тысячу, тысяча лет только один раз. И именно здесь. И поэтому в духовной книге, которая аллегорической форме показывает борьбу, тут и толковать не надо по-плоцкому-то. И меня сразу прервали, и беседа не состоялась. Тут другое. А другие баптисты такие расположенные. Ой, так интересно. Вы к нам придите на дом. Я говорю, а у людей соберете? Соберем. Ну, тогда на дом пришли. Правды дома сидели тихо. Все записывали. И когда уходили, я говорю, беседа не окончена. Я говорю, меня вызывали здесь в Новосибирске о тысячелетнем царстве, о воскресенье из мертвых. Академ Городок здесь есть. И они устроили эту встречу. Ну, и они стали говорить, чтобы никаких, в руках не было книг, только это. Они думают, я православный, сейчас притащу вот такие книги. Ну, и сейчас стали говорить. Ну, они по книге-то открывают. Они четыре места показали. И когда я стал говорить, я привел семьдесят два места на память из Библии с целыми пакетами. Конечно, впечатление было очень, очень и очень хорошее. Но с места ни один не сдвинулся. Не сдвинулся. И хорошо выслушивали, крика не было, под полным контролем было. Но беседа не об иконе шла в тысячелетнем царстве. Что оно начнется и связан будет сатана, но связан на тысячу лет. Мы не можем сказать, что тысячу лет вот связал, а тысячу лет когда-то начнется. Они это связал и тысяча лет одновременно. А связан на Голгопе тысячу лет значит толковать не надо. Тут никак. И оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Не за тысячу лет, а до жатвы. Жатва кончина века. Тут пять мест Писаний тысячелетнее царство, как хелиазм, было осуждено церковью. Это тортелян за это держался. Это ложное понимание. Вот какое дело. Что тысячу лет это царство началось там, а если не там, тогда его никогда и не будет. Жатва кончина века. Оставьте расти вместе до жатвы. И вот чтобы понять отношение было правильно, ну, нужно молиться. Просто молиться. Конечно. Сейчас мне пришло письмо от сына Ярла Николаевича Пести. Слышали? Такой радиопроповедник был в Стокгольмске. Пести. Знаете что? Мы... Подождите минуточку. Вот я сейчас закончу. Видите, я к нему очень расположен был. К этому, к Ярлу Николаевичу Пести. И когда меня судили, то у меня было с его студии пленок, я на катушке переписал, и потом по всей стране размножил. 136 часов слушать. Ни у кого такой фанатейки не было. И мы с ним переписывались, с Ярлом Николаевичем. Он очень высоко оценил, там, ну, как вот сейчас биография моя, я ему книгу послал для Слова Божья не туз. Вот. И сейчас его, ну, кто там, дети, Роберт работают. Как называется она? Русское народное, или какое-то радио. И они прислали ко мне. Вы же, ну, хотели там, то и отец с вами переписывался. И они, отец сказал, чтобы обязательно и приехали к нам в Потеряевку. И я сегодня им письмо в интернетной версии направил. Вот сколько лет не было связи, и тут они нашли там письмо мое и сразу прислали. Ну, теперь я их призываю к себе в гости. Как это будет? Так вот, Ярл Николаевич, это человек, который очень и очень много знал. И он проповедовал на русском языке. Я на корабле был и сходил ко ним. Я слышал его пропасть. Это первый, которого я по радио услышал. И поэтому он мне пришелся по сердцу. Огненный, верой такой. Я однажды ехал в поезде, ну, и включил, чтобы послушать. Мужчина говорит, я не верующий. Но вот что он верит? Вот кто говорит? Ярл Пести, в это я верю. Без веры таких не бывает речей. Игнатий Тихонович, мне тут звонят и звонят. Минуточку, одну минуточку. Нет, все, нам уже сейчас к церкви готовиться. У нас богослужение скоро начнется. Ну, если можно, я вам еще позвоню. Ну, я не знаю. Мы сейчас готовимся, уже у нас богослужение начинается вечернее. Хорошо, пусть Бог благословит вас. Всего хорошего. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok